Хеллоу народ! Это уже вторая часть, где я получаю все вещи в Блоксфрутс. В этом ролике мы получим все вещи, которые остались в первом мире, и возможно перейдем во второй. Стой! Перед началом не забудь подписаться на мой канал, ведь 90% смотрят меня без подписки. Ну а мы погнали! Хочешь безопасно купить робоксы, но не знаешь где? Тогда быстро переходи на сайт Roboxper, ведь работают они уже больше трех лет. Надежность у сайта гарантирована. А также у них есть телеграм-канал, где ты можешь выиграть бесплатные робоксы, участвуя в различных конкурсах. Переходи на сайт пристани робоксов по моей ссылке в закупленном комментарии и покупай самые дешевые робоксы, только с ними. Окей, пацаны, первое, что я хотел сделать, это купить несколько дешевых пушек, потому что, как я понял, у меня нет некоторых дешевых пушек, которые вообще продаются у вейпендилера. Поэтому погнали сейчас в локацию Миддлтаун, для того, чтобы получить вот эти вот как раз-таки дешевые пушки. Так, все, пацаны, мы здесь, и давайте сейчас найдем вейпендилера. Да, вот он, наш вейпендилер, и давайте с ним побазарим. Так, смотрите, мне нужно купить слингшот, этой фигни у меня нету, хоть она стоит 5 тысяч, но у меня ее нет. Также давайте купим мушкет за 8 тысяч, и, если не ошибаюсь, у меня нет еще флинтлока. Да, пацаны, покупаем флинтлок и уже плюс 3 айтема, в общем-то, все, все остальное я уже купил. Теперь у меня есть слингшот, мушкет и флинтлок. Что ж, ну и чтобы закончить с пушками, давайте отправимся на локацию с магма-адмиралом, потому что это будет уже последняя пушка, которую нам осталось получить в первом мире. Так, погнали, пацаны, мы сейчас едем в локацию магма-виллайдж для того, чтобы получить рефайнет мушкет. Это такая прикольная пушка, и, кстати, она реально последняя, которая нам осталась в первом мире. Так, вот мы здесь, и теперь нам нужно найти босса Акайну, но он не заспавнился, поэтому давайте купим за 50 робоксов респавн всех боссов. Так, найс, покупаем, и сейчас, по идее, он должен будет заспавниться. Да, пацаны, он заспавнился, давайте сейчас его убьем. Так, ну я думаю, что это будет изи, тем более, что у меня сейчас фрукт веном, дамаг просто должен быть жесткий очень с веномом. И если, конечно, выпает с первого раза, я буду немножечко в шоке, да, пацаны, но если, конечно, выпает, будет жестко. Я не помню, какой там шанс, вроде 5%. И нет, пацаны, к сожалению, нам ничего не выпало. Погнали перезаходить по сервакам и искать этого босса, для того, чтобы выбить этот рефайнет мушкет. Погнали, попытка номер 3, надеюсь, что в этот раз мы получим этот мушкет, там вроде шанс 5%. И да, пацаны, мы получили рефайнет мушкет на из всего лишь-то с третьей попытки. Я думал, что мне придется раз 10 его убить, ну ладно. В общем-то, рефайнет мушкет это рарная пушка. Вот такая вот прикольная пушка, конечно, юзать я не буду, потому что я вообще не качал пушку, но все равно, пацаны, это очень прикольно. Что ж, дальше нам нужно получить меч под названием Shark Saw. И падает он с босса, как ни странно, The Saw. Поэтому давайте сейчас я вызову его за 50 робоксов. Так, готово, покупаем за 50 робоксов, и он спавнится на локации под названием Middle Town. И, по идее, он должен быть где-то тут. Да, пацаны, я вижу этого The Saw, и давайте сейчас с ним разберемся. У него всего лишь 100 левел. Пацаны, найс! Кстати, с первого раза мы получили сразу же Shark Saw. В общем, я посмотрел, там, конечно, шанс 100%, но все равно, пацаны, короче, мы получили вот такой вот прикольный меч под названием Shark Saw. Окей, давайте получать следующий меч под названием Warden Sword. И мы сможем выбить его с босса под названием Warden, который спавнится в локации Прайса. Так, окей, мы приплыли, я надеюсь, что здесь каких-то других челиков не будет, которые будут убивать моего босса. И вот этот босс как раз-таки Shift Warden, пацаны. Давайте сейчас его замочим и получим этот меч. Не, к сожалению, нам ничего не выпало, тогда... Всем пока-пока, пока! Что же, это уже четвертая попытка. Кстати, на Википедии не показано, какой там шанс, но я надеюсь, что он хотя бы там не 5%, не 2%, потому что я так буду 100 лет его убивать. Снова не выпало. О боже, попытка номер 12. Если даже сейчас не выпало, то я не знаю, что я буду делать. И снова ничего не выпало. О боже, пацаны, спустя 30 попыток я смог выбить этот меч. Это просто какой-то ад. Я реально никому не советую его выбивать. Там вообще шанс не написан даже. И пипец, короче. Спустя 30 попыток я смог выбить этот меч. Не думаю, что это от этого стоило. Скорее всего, меч такой себе, но пипец, пацаны. В общем, следующее, что мы получим, это Трайден, то есть 3 зубица, он падает с босса Фишмен Лорд. Он находится в локации под названием Underwater City, и эта локация прям вообще недалеко от нас, вот прямо вон там. Все, пацаны, погнали в эту локацию, вот этот портал, давайте сюда запрыгиваем, и сейчас будем наконец-таки тэпаться. Все, теперь нужно найти этого босса, но, как я понимаю, он находится вот где-то здесь. Скорее всего, он спавнится тут, но поскольку он еще не заспавнился, давайте купим это все дело с вами за робоксы и респавн босса за 50 штук. Итак, все, я купил, и что, где он здесь заспавнился? Да, вот как раз этот босс. Ну и погнали с ним разберемся, в принципе, не думаю, что он будет какой-то супер жесткий, сейчас его, думаю, на изи убью, и получим как раз Трайден. Кстати, шанс там 15%, да, пацаны? Поэтому погнали, убиваем. Ой, он что-то захилился, превратился в свою новую форму, но я тоже так могу, поэтому давайте убиваем, и, к сожалению, ничего не выпало. Поэтому погнали, перезаходим на другой сервак. Что же, это уже четвертая попытка, давайте дамажить этого босса, если в этот раз тоже не выпает, я не знаю вообще. В принципе, шанс-то, по идее, не такой уж и маленький, и да, пацаны, нам выпало, найс! Все, мы получили Трайдент, короче, это довольно, кстати, неплохой меч. Неплохой он из-за своего скилла, с помощью данного Трайдента мы сможем притягивать к себе противников, поэтому довольно жесткий меч. И, пацаны, последняя вещь, которую нам осталось получить в первом мире, это Полу Ферст Форм. Сейчас нам нужно идти в Скайпию, и мы будем убивать босса под названием Тандергот, и это реально очень сложно будет выявить, потому что шанс всего лишь на 6%. Так, Тандергот, я уже вижу тебя, сейчас мы будем вомочить. Юзаем Пойзен Даггерс, если, конечно, мне с первого раза выпадет, я буду в шоке, но вряд ли выпадет, потому что там шанс всего лишь на 6%, поэтому это прям очень маленький шанс. Ииии нет, ничего не выпало. Так, уже восьмая попытка, если даже сейчас не выпает, то я не знаю, что я просто буду делать. Пожалуйста, и снова ничего. Пипец, пацаны, это просто какой-то ужас. Я сделал более 50 попыток, и наконец-то я смог выбить этот меч. Это при том, что у меня есть Х2 босс дроп. Офигеть, это просто очень жестко было, я не знаю, сидел тут очень долго и пытался это все выбить. И, наконец-таки, я выбил этот пол First Form. Капец, пацаны. В общем, ребят, мы получили все вещи из первого мира. Если мы набираем 150 лайков, то я продолжаю снимать эту рубрику, и в следующей части мы уже перейдем во второй мир, и там уже будет более сложно и более интересно. Что ж, на самом деле, как всегда, Винтер. Не забывайте смотреть другие мои ролики и подписываться на мой канал. А также можете вступать на мой дискорд серый по ссылочке в описании, ведь там много интересного про Блокс Фруц. А с вами был, как всегда, Винтер, и всем пока-пока, пока!